Есть цифры, которые обычному человеку, к тому же далекому от экологии, кажутся огромными. И невольно возникает вопрос, на что можно израсходовать 9 миллионов евро. А именно столько Таллина Веси в ближайшие три года планируют инвестировать в усовершенствование процесса биологической очистки сточных вод. На что же собираются потратить столь серьезные суммы и что это даст таллинцам, об этом в студии расскажет наш гость Александр Тимофеев, генеральный директор компании Таллина Веси. Александр, добрый вечер. Здравствуйте. Балтийское море, сразу стоит отметить, что считается самым загрязненным в регионе и экологически неблагополучным вообще в мире. Вот насколько подобные инвестиции помогут исправить ситуацию? Данные инвестиции очень важны. Они как важны для экологии в принципе, так как мы знаем, что вода циркулирует у нас в природе, так и очень, конечно же, важны для таллинцев, которые плавают в нашем море. Инвестицию, которую мы сейчас будем делать, это инвестиция, которая связана с очисткой сточных вод, канализационных вод. Мы планируем в течение трех лет реконструировать наши вторичные отстойники. Цена проекта, стоимость проекта на сегодняшний день составляет практически 9 миллионов евро. И благодаря этой инвестиции мы сможем быть уверенными, что в следующие 20-30 лет мы сможем также очищать воду как биологически, так и химически. В первую очередь отстойники нужны для того, чтобы из сточной воды убирать азот, убирать фосфор, который, безусловно, влияет на рост водорослей под водой. И, соответственно, эти водоросли потребляют очень много кислорода, и фауна, и флора, которая находится вокруг этих водорослей, страдает. Давайте напомним, как вообще работает таллинская система фильтрации, потому что неоднократно мы слышали о том, что это достаточно хорошая система, и можно гордиться. Скажем так, что у нас на сегодняшний день три этапа. У нас механический этап, химический, биологический, а также уже последние 13 лет работает биофильтр, которого, в принципе, нет нигде в Прибалтике. То есть из наших канализационных вод мы выбираем крупный мусор, мы выбираем песок, выбираем большое количество тяжелых металлов, жир, нефтепродукты, также фосфор, азот. У нас есть планы по поводу очистки четвертой степени, то есть это мы будем говорить о микропластике и разных лекарствах, то есть остатков этих лекарств. На сегодняшний день таких требований нет, чтобы они очищались. Мы работаем в этом направлении, узнаем, какие технологии есть, и, безусловно, в ближайшие 10-20 лет эта инвестиция будет тоже сделана и в Таллине. Можно ли говорить, что вот эти 9 миллионов евро, вот сейчас проект, который будет осуществлен в течение трех лет, это такой первый этап? Скажем так, что это один из этапов, который запланирован. Пять лет назад мы инвестировали 8 миллионов евро в механическую очистку, которая на сегодняшний день прекрасно работает. Каждый этап должен работать правильно, должен работать эффективно, только в этом случае следующий этап будет также работать правильно. То есть если на сегодняшний день мы инвестируем в биологическую очистку, это, скажем так, последний этап на нашей станции, то было необходимо именно пять лет назад начать реконструкцию механической очистки для того, чтобы вода, которая приходит в биологическую очистку, уже была очищена максимально хорошо. Если мы говорим об инвестициях, в принципе, в водоканале, то они огромные. Каждый год мы инвестируем десятки миллионов евро. В прошлом году мы инвестировали 35 миллионов евро, в этом году мы планируем инвестировать примерно 60 миллионов евро. Это, конечно же, коммуникации, трубы, которые находятся у нас в городе. Это, безусловно, инвестиции, которые мы делаем в очистные сооружения, которые находятся на озере Юремисте. То есть для того, чтобы наша вода, которую мы потребляем каждый день из крана, была качественной, необходимо тоже делать большие инвестиции. И, безусловно, очистка канализационных вод. Канализационная вода сама по себе имеет очень много ресурсов в себе. На сегодняшний день, например, мы из канализационной воды берем биогаз. С помощью биогаза мы производим как электрическую энергию, так и производим энергию теплую, благодаря которой мы топим наши процессы и также здания. И в будущем мы также планируем вместе с компанией «Утилитес» из канализационной воды забирать тепло, которое можно будет обратно подавать в систему отопления городскую. Стоит ли опасаться, что с учетом реконструкции очистных сооружений это как-то повлияет на питьевую воду? Безусловно, нет. Питьевая вода очищается отдельно, канализационная вода очищается отдельно. Мы всегда стараемся делать реконструкцию таким образом, чтобы все сооружения очистные работали. Именно поэтому этот проект будет выстраиваться в течение трех лет для того, чтобы станция постоянно работала, чтобы очистка происходила на высоте и, соответственно, все нормы были выполнены. Александр, спасибо. Успехов вам. Спасибо. За последние 30 лет объем пищевых загрязнителей снизился в Балтийском море где-то на 50%. Сейчас центр внимания переместился с пищевых отходов к ядовитым веществам, мусору, остаткам медикаментов. Но на первом месте состояние сточных вод – одна из основных забот экологов. Поэтому те 9 миллионов, о расходовании которых нам рассказал сегодня Александр Тимофеев, генеральный директор компании «Толиновеси», прекрасные инвестиции не только в наше будущее, но и в будущее детей и внуков.